ну что начнем с такого простого утверждения о том что карту на плоскости карту земли сделать сохранением расстояния нельзя почему собственно все карты выглядят как-то странно почему у вас гренландия то вот такая вот при том что она очень не очень большая то как-то углы и странно себя веду то может быть какими-то разрезами все сделано это связано с в общем-то очень простой теоремой теорема никакую область на сфере но назовем область буковкой м но на самом деле что такое область надо конечно определять то область это подмножество подмножество но если честно с жордановой границы но мне не хочется вот этих слов вообще произносить поэтому давай давайте давайте скажем так будем говорить о том что в области должно быть возможно нарисовать внутри целиком хотя бы одну окружность ну вот интуитивно да хотя бы очень маленькую но можно то есть область если область на плоскости имеет какой-то размер то по крайней мере уж точно можно внутри него нарисовать окружность иначе это уже не область получается какая-то кривая скорее там что-то такое очень вот то есть мясистое что-то мясистое я не буду вдаваться в стройде определения но по крайней мере буду исходить из вот этого до любую 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 Область, можно внутри нарисовать окружность. Так вот, никакую область на сфере нельзя отобразить изометрично на плоскость. Изометрично это значит с сохранением расстояний. Ну, то есть, когда мы говорим о движениях, мы говорим о движениях одного и того же объекта. Мы подвигали сферу, повращали там, или плоскость. А тут именно сферу на плоскость. То есть, изометрия называется отображение, которое сохраняет расстояние, а действует из одного множества в какое-то другое. Не обязательно в то же самое множество. Ну, как это, в принципе, доказать? Ну, конечно, мы возьмем просто вот эту окружность, которую мы сумели нарисовать. И что сделаем? Мы посмотрим на ее образ. Образ, куда перейдет ее центр. Вот у меня окружность на сфере, а вот она перешла в какую-то окружность на плоскости. Вот образ центра. Из того, что сохраняются расстояния, должно быть верно, что то, что получилось, это тоже окружность, потому что от этой точки до всех точек зеленой окружности одно и то же расстояние. А так как расстояния по предположению сохраняются, то и на плоскости от этой точки до всех этих тоже одно и то же расстояние. А значит, это тоже окружность. Ну и в общем уже противоречия есть, потому что длина окружности здесь равна 2πr, где r-радиус. А здесь она меньше, чем 2πr, по очевидным соображениям. Потому что на самом деле на сфере у нее... Ну, это только на сфере у нее здесь центр. А в принципе центр-то у нее внутри. Вот там вот, где я провел туннели. И от этого центра до точек окружности меньше, чем измеряем по Земле. Вот сколько. И значит, ее настоящий радиус, который здесь отвечает за ее реальную длину, он меньше. У нас же как бы не отменял никто, что сфера живет в обычном нашем трехмерном пространстве. Значит, в трехмерном пространстве известны обычные законы геометрии. И ее длина будет равна 2πr маленькая. 2πr, которая вот... Если вид как бы сверху, вот это вот r, а это r. И все. При изометрии, естественно, длина окружности должна сохраниться. Можно ее просто там аппроксимировать какими-нибудь маленькими отрезочками. Вот. То есть все длины сохраняются. То есть длина окружности должна сохраниться. Она явно не может сохраниться, потому что она вдруг взяла и увеличилась. То есть нужно ее вот так вот растягивать, и при этом расстояние уже начинает меняться. Это интуитивно говоря. Вот. Но вот эта теорема отвечает за эту, так сказать, за эту странную картографию, в которой есть проекции Меркатора, еще кого-то. Куча разных способов изображать поверхность Земли на карте. Я, кстати, только что вернулся из Салихарда, который раньше назывался Абдорск, и был основан в 425 году, ой, извините, 425 лет назад, в конце, значит, 16 века. И он был основан. Когда еще ничего не знали про то, что такой полярный круг, по крайней мере, у нас здесь не знали. Это с Петром пришло, это знание. И Петр послал туда, через 100 лет, послал туда измерителей, и приехали эти измерители. По-моему, Ремезов такой был ученый при Петре I, который заявил Петру, что ваше императорское величество должен вам сказать с удивлением, что город Абдорск находится в точности на полярном круге. Как создатели этого города так попали, я не знаю. Последствия стали измерять более точными приборами, да? Но сегодняшние приборы заявляют совершенно определенно, что Салихард пересекается полярным кругом на две части. Салихард – это единственный город на планете Земля, который лежит ровно на полярном круге, пересекается им пополам. Но я, естественно, не мог не записать видео в Инстаграм, как я пешком перехожу в полярный круг. Ну а мы возвращаемся к геометрии сферы и занимаемся группой движений сферы. То есть мы хотим охарактеризовать их. Группа движений сферы. Геометрические теоремы на сфере должны быть инвариантными к тому, что сфера как-то преобразуется. Если в одной точке, в одном направлении все выглядит как-то иначе, чем в какой-то другой точке в другом направлении, то теоремы будут иметь разный вид про эти две точки и направления. И, конечно, это очень неудобно. Но, слава богу, на сфере очень много движений. Так что любая точка и любое направление из нее может быть движением переведено в любую другую и любое другое направление из той. Совмещены. Поэтому любая теорема геометрическая, которая верна вот здесь, будет верна и там. И, соответственно, от точки и направления не зависит. То есть теоремы меньше. Теоремы более фундаментальные, их гораздо меньше. И вот именно это и нам надо установить, что группа движений сферы достаточно велика. Вообще геометрия красива и богата, если группа движений велика. Если вы возьмете какую-нибудь уродливую фигуру, то непонятно, какие вообще там теоремы доказывают. В одних точках одно, в других другое, а группа движений маленькая. Но вот такая стройность, стройность восприятия геометрии зависит от группы ее движений. Ну что, конечно, я мог бы сразу со сферой разбираться. Но давайте пробежимся по более простым образом. Вот, например, есть прямая. Какая геометрия может быть напрямой? Ну, интуитивно ясно, что напрямой может быть выбрано какое-то направление, и мы можем его как бы правильно выбрать вот либо слева направо, либо в другом. Мы можем договориться, что откуда-то куда-то это возрастает. Что-то возрастает, это прямая каких-нибудь значений параметра. Нужно договориться, куда они растут. И нужно выбрать масштаб. Ну и как бы вот после этого все остальное, вроде как любой отрезок данной длины, переводится в любой другой, очевидно, с помощью, например, параллельного переноса. Но сфера, смотрящая направо, ой, но прямая, смотрящая направо, на самом деле может быть переведена в прямую смотрящая налево. Перенос здесь не годится, здесь годится другой вид движения и прямой, а именно отражение относительно точки, переворачивание на 180 градусов. То есть мы куда-то вбиваем маленький гвоздик, вбили гвоздь. И раз, и перевернули прямую. Тогда при этом перевороте вот такой вектор, который я нарисовал, смотрящий в ту сторону, превратится в вектор, смотрящий в другую. То есть мы сразу можем угадать, мы сразу можем угадать такие движения прямой, как параллельный перенос на некоторое число, ну или вектор, можно называть вектором, можно числом, на прямой вектора и числа это одно и то же. Число однозначно определяет вектор, а именно, если положительное, то мы его рисуем в положительном направлении, которое мы уже выбрали. Ну и длина определяет длину. Нулевое число это просто вектор нулевой длины, а отрицательное это просто стрелочка, смотрящая в другую сторону той же самой длины. Вот. Ну и у нас есть параллельные переносы на любые вектора. Один из них на нулевой вектор, который это тождественное преобразование, которое мы всегда называем ID. И есть отражение от любых точек, где А любая точка на прямой. Это вот те движения, которые мы угадываем. Ну и такая малая теорема Шаля, она утверждает, что других движений у прямой нет. Мы ее постепенно с вами докажем. Методы эти потом применим для окружности, применим для плоскости и применим для сферы. Вот. На самом деле, опять же, когда мы занимались комплексными числами, у нас появлялись фрагменты вот этого вот материала, но в данном случае мы его как бы тоже еще раз проработаем, потому что для разговора о геометрии он чрезвычайно важен. Это такой чисто геометрический материал просто комплексных чисел. В них в комплексные числа встроена внутренняя геометрия. При умножении комплексных чисел получаются в том числе повороты, а повороты явно принадлежат чему-то геометрическому. Ну вот, значит, смотрите. Мы рисуем прежде всего таблицу умножения, перенос и отражения. Перенос и отражения. Если мы не уточняем, какие именно переносы имеются в виду, на какие именно вектора, то единственное, что можем сказать, что здесь тоже будет перенос. Потому что если мы один раз сместили и потом куда-то сместили, это все равно, что мы, так сказать, результирующим образом куда-то сместили. То есть здесь будет явно перенос. Но еще можно так сказать. Смотрим на наш, на вот этот вот направляющий векторок. Смотрим на направляющий векторок. Если в процессе движения переноса или отражения, пока мы другие движения не знаем, но их на самом деле и нет. Если в процессе движения векторок смотрит туда же, значит, движение было переносом. А если в процессе движения он перевернулся, то оно было отражением. Ну, тут это очевидно, да, визуально. Взяли, туда-сюда подвигали, он все равно сюда смотрит. А вот если перевернули, он раз и смотрит туда. Ну, тогда понятно, что если мы дважды подвигали, то он туда же смотрит, и если мы исходим из того, что других движений нет, то здесь должен быть перенос. Но нам не нужно из этого исходить, нам на самом деле и так совершенно ясно, что получится перенос. Перенос на V, перенос на W — это просто перенос на сумму двух векторов. И там как бы в зависимости от величины этих чисел, от абсолютной величины, от модулей, одно из них как бы забьет другое. То есть если отрицательное оказалось больше, то в сумме будет как раз отрицательный сдвиг. Если положительное, то положительное. Если они одного знака, то просто поедет дальше в ту же сторону. Если они одной величины противоположного знака, то будет ID. Туда сдвинули, обратно сдвинули. В общем, можно сказать так, что переносы прямой — это язык для сложения чисел. Число 2,5 — это просто перенос направо на 2,5. Число минус 3 — это перенос налево на 3. Переносишь туда, переносишь сюда, получается перенос налево на 0,5. 0,5 — это как раз сумма числа 2,5 и числа минус 3. Поэтому здесь мы дальше даже будем знать, что будет написано в буковках. Хочу сказать, что S на S всегда тоже даст T. Потому что когда мы один раз перевернули относительно какой-то точки, у нас этот отрезочек смотрит сюда, векторок. Когда мы другой раз перевернули относительно какой-то другой точки, отрезочек смотрит снова как в начале. Значит, мы еще даже не вычисляя точных здесь параметров этих отображений, мы знаем, что S на S будет T, а T на T будет тоже T. А вот S на T и T на S — это будет обязательно S. Потому что векторок один раз остался на месте, когда это был перенос, а второй раз перевернулся. Значит, в результате совмещения в начале это, потом это, он один раз перевернулся, и, соответственно, результатом мы ожидаем отражения. Эта таблица очень похожа на сложение Чет-Нечет и действительно связана с некоторыми теоретико-групповыми соображениями. Чет плюс Чет-Чет, Нечет плюс Нечет-Чет, а здесь будет Нечет и Нечет. Сложение Чет-Нечета, табличка из школы. Ну и то, что мы когда Гаусс изучали, у нас были остатки, остатки отделены на два. Это та же самая группа, это изомор, ну как бы, получается, отображение из множества всех известных нам пока движений прямой, переносов и отражений. Отображение в группу Чет-Нечет, мы переносом сопоставляем Че, а отражением сопоставляем Н. И тогда композиции всегда сопоставляется сумма по этим правилам. Это называется термином гомоморфизм групп. Ну, не обязательно это в данный момент запоминать. Так, но мне хочется узнать точно, что будет происходить. Вот здесь перенос на один вектор, перенос на другой. Отражение относительно одной точки, отражение относительно другой. Здесь будет V плюс W, мы это уже обсудили, это очевидно. Сложение чисел, композиция переноса. Что будет здесь? Я предлагаю вначале понять, что будет здесь. То есть, что будет, если я отразил два раза? У меня была точка А, а потом была точка B. Здесь опять, здесь наглядность, наглядность, она бы сильно помогла, А, если бы я взял реальную линию, какую-нибудь швабру взял бы, да? Перевернул один раз швабру относительно одной точки, а потом второй раз относительно другой. Но я предлагаю напрячь воображение. Давайте посмотрим. Вот у меня здесь, например, было нарисовано три точки, которые вот так, эти две рядом, а третья вот тут. Я сейчас буду изображать так, как они, когда они прыгнули, я меняю направление вот этого треугольничка, да? Потому что я помню, что у нас направление, ориентация прямой, да? Должна меняться при отражениях. Куда они перешли при отражении от точки А? Ну, они отразились, этот вот сюда, да? Этот рядом с ним, а этот куда-то подальше. Правильно? Ну, очень похоже, по крайней мере. Вот это расстояние, да, здесь середина А, здесь середина А, здесь середина А. А вот теперь эти синие я должен дальше отразить от Б. Этот переходит сюда и снова вот так выглядит. Этот рядом с ним чуть ближе, а этот прыгает в эту сторону и занимает вот это положение. Ой, я другую сторону нарисовал. Вот так, вот так, да? Ну, похоже, что мы здесь видим очевиднейший параллельный перенос на самом деле, да? Вот. А причем параллельный перенос явно на более длинное расстояние, чем между А и Б. Ну, и если аккуратно это все проделать, то ответ вот такой. Т на 2АБ. Удвоение. Если расстояние между точками было единица, то композиция двух отражений относительно этих точек будет перенос на 2. Ну, и на самом деле, конечно, можно просто это, можно просто в этом убедиться, проследив за судьбой точки А и, например, точки Б. Будем делать так. СА, а потом СБ, переводят А в Д, очевидно, ну, в С, да? С, которая лежит вот здесь. Потому что А в начале на месте осталось, А от Б прыгнула сюда. СБ на СА переводят точку Б куда? Давайте посмотрим, куда. Вначале в фигак вот сюда она прыгнула. А потом эта точка относительно Б прыгнула уже вот сюда, вот в это Д, который опять на двойном. Опять, да? То есть здесь тоже Б в Д. Вот это отображение, это действует так же, как перенос ТАБ. Т на 2АБ переводит А, конечно, в С. И он же переводит точку Б в точку Д. У нас получается следующая ситуация. У нас два отображения действуют одинаково на двух точках. Тогда я утверждаю, что они равны. Запомним, два отображения действуют одинаково на двух точках. Утверждение. Они равны между собой. Лемма. Лемма о двух гвоздях. У нее есть две части, два пункта. Пункт А. Пусть К движение прямой. У которого есть две неподвижные точки. То есть КА равно А. И КБ равно БА. И при этом А не равно БА. Тогда утверждаю, что К это ID. То есть никакую другую точку напрямой К никуда сдвинуть не может. Это пункт А. Ну и я сразу хочу сказать, что он совершенно очевиден. Потому что если мы взяли наши две точки А и Б и вбили в них гвоздики, значит, что мы дальше не двигаем. Прямая такая у нас бесконечная проволочка. Бесконечно тонкая и бесконечно упругая, жесткая. Ее не согнуть никак нельзя, ничего. Но можно двигать туда-сюда и переворачивать. Но это означает, что мы рассматриваем движение. Когда нельзя изменить форму объекта никак, он упирается, то все, что оставляется с ним, его можно как-то сдвигать, вертеть. Ну и вот, если у меня есть движение прямой с двумя неподвижными точками, то совершенно ясно, что это движение тождественно. Потому что любая другая точка, у нее как бы должны сохраняться расстояния. Значит, так как Б перешла в себя, то эта точка перейдет в такую, от которой расстояние до Б будет такое же, как было. Ну, вариант у нас только вот этот. Но тогда вот здесь. Явно, что расстояние изменилось. То есть, как-то еще можно было бы перекинуть ее сюда, и расстояние до вот этой точки не изменится. Но если я ее перекинул, то расстояние до второй неподвижной точки уже очевидным образом меняется. А это тоже запрещено, потому что К – это движение. Значит, если есть две неподвижные точки, то понятно, что все остальные тоже стоят на местах. Это пункт А. Но это, кстати, начало уже классификации движений прямой. Пункт Б заключается в том, что если G и H движения прямой, и есть две точки А и В, они равны друг другу, такие, что Gа равно Hа и Gb равно Hb, то G равно H. То есть, эти движения не отличаются, не различимы. Если два движения прямой совпадают на двух различных точках, то они полностью совпадают. Ну и доказательства – это ссылка на пункт А, да, доказательства. В этих условиях движение G, а потом H минус первый оставляет А и В на месте. G его в Gа переносит, но так как Gа равно Hа, то H минус первый вернет Hа назад в А. Что происходит с B? G его переносит в Gb, но так как Gb и Hb совпадают, то H минус первый вернет его назад в B. Поэтому вот это вот H минус первый G удовлетворяет условиям пункта А, а значит H минус первый G равно ID, ну и домножая слева на H, делая еще один, я напоминаю, что совершенно не важно, как расставлять скобки, исходно вот так были, но я могу вот так, и если я сделаю так, ясно, что это сократилось, получилось ID, и все, здесь тоже все понятно, все доказано. Вот. То есть мы теперь уже можем вернуться к исходной ситуации в ней установить, что композицией двух отражений является параллельный перенос на расстояние удвоенное, на удвоенный вектор между точками в которых отражение. Вот. Но я хочу еще здесь дополнить пункт 3 еще, пункт V той же самой лемы будет таким. если движение K имеет ровно одну неподвижную точку, например, O, то K равно SO. То есть никаких иных отображений, которые бы имели ровно один забитый гвоздь, кроме отражения относительно него, мы придумать не можем, никаких других движений не существует. Ну и как бы опять я тут посмею себе второй раз на одном и том же слайде употребить слово очевидно. Но это так, почти очевидно. Действительно, берем любую точку. Она либо осталась на месте, либо прыгнула через O. Но если она осталась на месте, то K равно ID по пункту A. Если хотя бы одна точка прямой осталась на месте, то тогда мы применяем пункт A и понимаем, что на самом деле это отображение ID. Значит, но ID имеет все неподвижные, да, у нас ровно одна неподвижная. Ну, собственно, даже я сказал, что ровно одна неподвижная, значит, ни одна не могла остаться на месте уже, поэтому. Но куда может одеться точка, если она не осталась на месте? Она должна быть на том же расстоянии от O. Но это единственная точка, это вот она, а с птичкой. Так что здесь два отрезка одинаковых, других вариантов нет. То есть это все-таки совершенно как бы очевидно, да? Для любой точки есть единственный адрес, куда она может переместиться, это адрес, находящийся ровно на таком же расстоянии, с другой стороны, прямой. Вот они так парами и будут меняться, друг к другу переходить, вот так, антиподально относительно точки O. А это и есть отражение строго по определению. Вот. То есть что мы уже имеем? Во-первых, мы знаем, что два движения, которые на двух точках совпадают, должны быть одним и тем же движением. Во-вторых, мы знаем, что если движение имеет не более чем, не менее чем одну неподвижную точку, то есть вообще имеет неподвижные точки, хотя бы одну, то это либо ID, и тогда это все неподвижные, либо SO. То есть если одна, то SO, а если больше одной, то на самом деле все. То есть напрямую существует только три типа движений. Первый тип, ID, у него бесконечно много неподвижных точек. Второй тип, отражение, у любого отражения ровно одна неподвижная точка, а именно центр, относительно который мы отражаем. Третий тип, отображение без неподвижных точек. нам надо доказать, что это переносы. Мы пока это не доказали. Нам нужно доказать, что это вот эти вот трансляции туда-сюда, сдвиги. Только они. Мы знаем, что они действительно не имеют неподвижных точек, это очевидно. Но почему бы не было какого-то еще движения, которое тоже не имеет неподвижных точек. Это надо доказать, и тогда наша классификация будет закончена. Это и это одинаково действует на двух точках, на А и на Б. По лейме пункт Б, СБ, выполненное после СА, действительно равно Т, действительно равно Т на 2АБ. Поэтому мы заполнили две клетки из четырех. осталось понять, что происходит здесь и здесь, и заодно доказать, что любое отображение, являющееся движением прямой, без неподвижных точек, является переносом. Потом мы перейдем к окружности, про этой, про окружность я просто скажу, там все очень аналогично, почти так же устроено, я быстро пробегусь про окружность, перейдем к плоскости и потом к сфере. И потом мы про сферу будем все понимать, после того, как мы будем все понимать про сферу, мы начнем уже с, собственно, геометрии Лобачевского. Но нам нужно серьезно к этому подготовиться. Геометрия Лобачевская сложная, я бы сказал, что в России, наверное, десяток школ, где ее изучают, реально есть. А так только в университетах, причем в самых главных. Хотя это входит там в культурный, безусловно, в культурный минимум интеллектуального человека, как я считаю. Вот. Ну что, значит, сейчас завершим эту таблицу. эту таблицу. эту таблицу. эту таблицу.